Всем добрый день! Я сейчас в Криот-Бялике. Иду с работой в Криот-Бялике, посредине улицы находится. Хочу заснять вам его очень красиво. Зря ли еще пока не жарко, что очень не характерно для мая. Даже шли дожди. Поэтому, после работы, особенно приятно прогуляться вот так вот. Это хороший район. Это считается спальный район. Там, где я работала сегодня, мы хотели снять квартиру. Но последний этаж и старый кондиционер. Мы в электричество просто вылетим. Тут оно очень дорогое. Это висит вот с сосками. Какой-то потерянными. Потому что тут потерянные соски просто на каждом, что называется, шагу. Вот кто-то из этих сосок вот такой вот срутил. Не знали, мы что-то находят сюда уже цепляли. И вот с мужем мы из-за того, что последний этаж очень дорого мы не сняли. Хотя, очень хорошее место. Тихо. Соседи очень следят за этим. Если что, тут же объединяются против тех, кто делает шум. И была очень хорошая хозяйка, мне понравилось. Но, к сожалению, цена и плюс последний этаж, кондиционер, это было бы очень дорого для нас. И так в Израиле снимать квартиру и вообще купить жилье. Все очень дорого. Реально дорого. Вот такие сделаны эти площадки. Все продолжает свести. То есть райончик, вы видите, красивый, ухоженный. Вот ездит машина, убирает. Все цветет. Видите, вокруг хорошие дома. Но квартира в более-менее приличном доме. Даже вот не в таком доме, как я сейчас показываю. И более-менее нормальный район стоит. Ну, это минимум 200 тысяч долларов. То есть я уже даже не беру... Про Тель-Вив я вообще не говорю. Все, что у нас в шекелях, это там в долларах. То есть примерно в 3-4 раза дороже. Ну, в таком доме, например, квартира может стоить, в зависимости там от площади. И полтора миллиона. Ну, полтора миллиона 400 тысяч долларов. То есть, конечно, цены просто, ну, неподъемные. Неподъемные. Они резко выросли за последние 10 лет. Выросли в несколько раз и не собираются падать. Ну, это проблема, конечно, в Израиле. Дорогой съем. И дорогое очень жилье, которое вы хотите. Если вы хотите купить, очень дорого. Но ничего. Мы не унываем. Мы работаем оба. Планируем. Пока снимаем. Ну, просчитав. Из-за последней ситуации, которая у нас произошла, был нам такой волшебный пинок. Мы просчитали с мужем. Пришли к поводу, что лучше платить за свое. Эта книгу, конечно, будет больше. Но настолько намного больше, чем, к примеру, то, что мы сейчас снимаем с Херут. Вот. А вот так вот в Израиле делают ремонт. Видите? Выбивают вообще все. Вообще все. И по-новому все. Перестраивают, перештукатуривают. Ставят окна новые. Вот так вот ремонт делают в квартирах. А вот так в доме делают реконструкцию. Видите? Дом не новый. Ну, относительно не новый. Видите? Вот висит плакат. Ему достраивают балконы. Видите? Сейчас льют каркасы. И вот такая вот реконструкция происходит периодически по городу домов. Не знаю, это плановое или как-то люди за это платят. Я не в курсе. Честно. Ну, вот такое вот делают тут. Красиво тут. Мне тут в этом районе очень нравится Херкириат-Биалики. Ну, можно помечтать тут иметь свое жилье. Рядом торговый центр. Но я в него захотеть не буду. Вот это вот Сомацебар называется. Тут ходят автобусы, метрониты. Опять же, недалеко до моря. То есть место такое хорошее. И развязка, и район спальня. Ну, немножко надо пройтись. Но это не есть проблема. И вот я вышла уже туда Ахо. Вот на Ахо трасса идет. Ходит метролит, автобусы. Вот в ту сторону видно Кармен. Кармен. Это Хайфу. Достаточно оживленный перекресток. Переходить надо осторожно, ездят быстро. Сейчас я подумаю. Наверное, я поеду на автобусе. И вот на Цомаке на самом. Цомаке в переводе с Иврита это перекресток. Такая вот площадка детская, красивая. Видите, все огорожено. Можешь с ребенком прийти, не бояться, что он теплата не дружит. Такие часики симпатичные. Вот так вот можно прийти в тенечке отдохнуть. Вот с такими навесами. Вот такие площадки там муниципальные, делаются за счет города. Кириат это тоже есть такое сейчас. Делают именно с такими навесами, вот с таким покрытием специальным. То есть ребенок может прийти себе спокойненько повозякаться. Ну собак в таких местах не выгуливают. По меньшей мере может быть, но я не наблюдала. Вот такой вот триат-бялик. В этих сторонах, кстати, идет уже Кириат Моцкин. То есть вот эта трасса, которая идет из направления в ту сторону Хайфа, туда Аку. Вот это вот она разделяет. Вот так пополам. Вот торговые, видите, юристы тут. Ну, юристы. У меня тут нотариус, я у нее делала бумаги. Вот тут она находится. Разные офисы, опять же магазинчики. Закусочные, перекусочные. Вот в Аку очень, Аку и Хайфы тоже очень красивые. Я надеюсь, что в ближайшее время я тоже вам покажу. Спасибо большое.